Слава Богу! Давайте поаплодируем Господу! Спасибо! И также небольшая мысль перед основным словом. Кому нравится погода на улице? Прекрасная! Недавно кто-то мне отправил сообщение Птицы с юга прилетели а на картинке пингвины. Он говорит, какие же это с юга? Он говорит, ну какая зима, такие птицы! Слава Богу! Ну на самом деле великолепная зима. Мне так нравятся морозы. Такая свежесть. Хорошо. И небольшая мысль. Книга Есфирь. Пятая глава, первый стиль. На третий день Есфирь оделась по-царски и стала она на внутреннем дворе царского дома. Перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Есфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его. Итак, что мы здесь видим? Я уверен, что эта мысль будет в ободрении, поскольку мы увидим здесь символы и картины Иисуса Христа, его спасения, духовные реалии. Итак, она входит к царю Артаксерксу, и к нему нельзя было входить без приглашения. Иначе это тут же смерть. А кому он направит свой жезл, не жезл, извините, а скипетр золотой, тот обретает милость. Почему ей необходимо было войти? Потому что Аман, один из слуг ближних Артаксеркса, он сделал заговор против евреев, как вы знаете. И в этой картине мы можем увидеть духовную часть. Заговор сатаны против всего человечества. То есть, как здесь был заговор во истреблении всех евреев, так и дьявол желает и убить, и поглубить всех людей. О, чуть испугался я себя. Ладно, извините, я отвлекся. И далее. Для чего ей нужно было войти? Это кратко, чтобы не говорить всю историю. Ее отправляет Мардахей. Мардахей, они находятся в языческой стране. И чтобы она уговорила царя убрать это повеление, убрать этот приказ. И что происходит далее? Мардахей, она входит, и мы видим, что она обретает милость. И вот, что я хотел бы сказать, какую бы мысль я хотел бы поделиться здесь. Здесь мы видим, что люди боятся физической смерти. И это обыденно, это естественно. Но, как мы с вами знаем по Библии, в Библии описано о живых физических людях, что мы уже являемся мертвыми. И как это можно увидеть? Это можно увидеть следующим образом. Эти тела, которые у нас есть, они пленные. Они приходят к своему, если можно так сказать, завершению. Человек физически умирает. Человек может бояться физической смерти, но из-за того, что человек обольщен, человек не осознает духовных реалий, он не осознает тяжесть мертвого состояния, хотя он живой. И что, какую здесь картину мы видим? Здесь Есфире надо было сказать слово, не побояться. А человеку, если мы увидим это в общей картине, он не может ничего сказать. Потому что он уже мертв. И что он может сказать? Он не может ничего, никак оправдать себя, не может ничего сказать в свою защиту. И далее мы видим в пятой главе, в первом стихе эту картину, что как Есфирь обрела милость перед царем Артаксерцем, так и мы обрели по абсолютной Божьей милости эту благодать и милость, что теперь принявшие Иисуса Христа не умрут. Почему? Только благодаря Его жертву. Только благодаря тому, что Он совершил это. А так, невозможно было человеку сказать ничего. Ничего в оправдании себя. И далее мы видим, что Господь несет, Бог Отец несет эту весть в Сыне Иисусе Христе, о Нем и говорит это всем «Через церковь и в церкви весть об Иисусе Христе». Иоанна 3 глава 16 стих. Он говорит, «Человек не мог ничего сказать, а Он сказал, что Я так возлюбил весь мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Что значит не погиб? Человек же физически жив, но он мертв и может погибнуть. И это уже вторая смерть. Далее мы видим следующую картину. Мордахей говорит, «Если ты не пойдешь сейчас и ничего не скажешь, то из другого места придет спасение». И здесь мы тоже видим духовные реалии. Что человеку, спасенному уже, принявшему это спасение в Иисусе Христе, он не самодостаточен. Ему нужно вот это спасение на каждый день из другого места. Что значит из другого места? Выйти из Ветхого Адама и принимать это Слово Божье, спасение от Иисуса Христа. Спасение, когда мы слышим и спасаемся на каждый день. Это Слово, как говорил пастор Алексей, мы кушаем это Слово, и происходит это спасение. Вот почему мы радуемся, когда приходим сюда. Вот почему мы так предвкушены, что это Слово. Потому что это все реально, это все действительно. И последнее, чем я хотел бы поделиться, нам дана удивительная благодать. Здесь также благодать, чтобы памятная книга, эта памятная книга, деяния Иисуса Христа была заполнена под нашим именем. Почему я об этом упоминаю? Потому что здесь, когда у Артаксерца не было покоя, он что сказал? Принесите мне памятную книгу дневных событий. И тогда что? Тогда ему зачитали все, и он услышал, как Артаксерц был спасен самим Мардахеем. Это еще одно удивительное приложение. Господь желает, чтобы наша памятная книга, это его награды, также была заполнена. Он желает действовать через каждого из нас. И это настолько удивительно, когда, перед этим еще скажу одну мысль. Заметьте, здесь была такая ситуация, что, казалось бы, народ обречен. И спасение, в общем, такое сомнительное. Но что произошло? Царь дал это повеление, потому что у него было беспокойство. Господь явился, можно сказать, ему ночью. И можно было сказать, ну такой царь, если вы почитаете эту книгу, там по 170 дней у них только перы. Представьте, что с головой может... Это вообще, это 170 дней. Мы с Альфеей читали, это полгода праздновать. Да, но это сила Господа, что он прикоснулся к царю, и таким образом произошло это спасение. И также и по отношению к нам. Он отдал Иисуса Христа, и дано нам это спасение. И в какой бы ситуации мы бы не пребывали, которая бы окружала нас, он все знает, как он знал об этой ситуации. Он знает наперед, и он видит, и наблюдает, и обязательно коснется, как здесь коснулся Артаксерса и явил спасение Мардахею и всем людям. Аминь. Благослови вас Бог. Спасибо. Аминь. 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 Продолжение следует...